Троицкий Сунгур 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 А корова лежит, корова отдыхает, жует, корова здоровая, и в этом случае только они дадут нам вкусное и здоровое молоко. За тем, чтобы к потребителю ушло именно здоровое молоко, здесь тоже пристально следят. Начиная с того, что дойка проходит в строго определенное время и с соблюдением установленных правил. Например, сдаивание первых стройк молока не в доильный аппарат. Это и массаж, и возможность выявить мастит, и избавление от соматических клеток, содержание которых в здоровом молоке должно быть минимальным. В России 400 тысяч яиц соматических клеток на дециметрах, по-моему, это высший сорт. Все, что выше, это первый сорт. В Европе в основном это 200 тысяч, то есть в два раза меньше. Я знаю у вас вопрос, сколько у нас? 130. После доения вымя коровы запечатывается дезинфицирующим раствором, чтобы в него не попали вредоносные организмы. Но если даже доярка не заметила мастит или какую-то другую болезнь, то больное молоко не пропустит электронную систему самих доильных аппаратов. Здоровое же молоко без доступа к окружающей среде сначала охлаждается до 2 градусов Цельсия, а потом идет в танки, то есть в цистерны. Кстати, по словам Марата Обозова, если хозяин коров не готов выпить от них молоко, то это неправильно. Лично он готов пить его прямо из танков, и мы последовали его примеру. Вы когда-нибудь слышали про белое золото? Если слышали, но не видели, то вот оно. Абсолютно чистое, свежее, здоровое питьевое молоко. Еще один важный аспект, который выделяет новый комплекс в Троицком Сунгуре, это использование информационных технологий. Каждая корова здесь оснащена руминаторным ошейником. С его помощью, по тому, как корову жует, можно понять не только, как она поела и попила, но и не заболела ли, и даже не пора ли ее осеменять. Информация об этом передается на компьютеры, на мобильные приложения и на электронную почту директора и других руководителей хозяйства. Вот до отела. Ну, здесь имя коровы ставится. Именно тот самый номер? Да, да, это тот самый номер, да. Электроника помогает точно посчитать, сколько надоела та или иная корова. С помощью датчиков определяется уровень загазованности. Даже внутри некоторых коров, так называемых животных маркеров, находятся специальные капсулы, которые дают возможность понять, не нарушается ли процесс питания, какова кислотность, опять же, не болеют ли они. Да, капсулы находятся именно внутри, в рубце, и не причиняют коровам дискомфорта. С помощью компьютерных технологий здесь следят и за процессом кормления. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что на данный момент это самый цифровой животноводческий комплекс в регионе. Хотелось бы, чтобы в будущем их было как можно больше. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Ульяновская правда.